Солнечные очки это стильный аксессуар, но прежде всего они предназначены для защиты глаз от ультрафиолета. И какой бы ни была роскошная оправа, если линзы некачественные, они могут нанести даже вред вашему здоровью. Поэтому к выбору очков стоит относиться внимательнее. Прямо сейчас я постараюсь помочь вам в этом вопросе. Авиаторы, вайфареры, броу-лайнеры и так далее. В сложных названиях солнечных очков запутаться несложно. Большинство из нас солнечные очки выбирают по принципу дешево и сердито. Однако в этом случае мы экономим на собственном здоровье. Избыточное ультрафиолетовое излучение, попадая на структуры глаза человека, может вызвать те или иные патологические изменения и, к сожалению, заболевания, которые потом повлекут снижение зрительных функций. Прежде всего, это изменение со стороны внутренних систем глаза, это нарушение прозрачности хрусталика, это изменение функций и, следовательно, работы сетчатки глаза человека. Это все то, что в конечном итоге может привести к серьезным зрительным проблемам. Итак, польза ношения очков от солнца очевидна, но здесь важно не перепутать. Линзы настоящих солнцезащитных очков не пропускают ультрафиолет, в отличие от очков со светофильтром. Самостоятельно определить качество линз вы, конечно, не сможете, только с помощью специального аппарата. Вот, к примеру, у нас в руках солнцезащитные очки. Если мы протестируем их, то увидим, что показания прибора не изменились. Мы имеем солнцезащитные очки с светофильтром, без ультрафиолетовой защиты. И вот другие очки, которые тоже обладают светофильтром, но, введя их в тест прибора, мы видим, что эта линза отсекает ультрафиолет в диапазоне до 400 нанометров. То есть эти линзы обладают защитой от ультрафиолетового излучения. Для городского режима светофильтр достаточно, чтобы был в категории «двойка». То есть если вы используете более темные очки, то это, как правило, для природы, либо для гор и так далее. Для города достаточно единичка, либо двойка. Опять же, это все указывается на заушнике. Выбирая правильные солнцезащитные очки, важно учитывать несколько нюансов. Первый и наиболее важный момент – материал, из которого сделаны линзы. Когда мы говорим о солнцезащитной линзе, мы должны понимать, что она может быть изготовлена в основном в двух вариантах. Это стеклянная линза, привычная, традиционная, и полимерная линза, все более и более завоевывающая свою популярность. Стеклянная линза, несомненно, имеет преимущество в том, что она более прочная, то, что она обеспечивает хорошую защиту от ультрафиолета. А полимерная линза имеет преимущество, что она легкая, что она не подвержена механическому воздействию в плане травмоопасности. И наличие покрытий, которые в технологии полимерной линзы наносятся, позволяет тоже так же хорошо и осуществлять защиту от ультрафиолетового излучения. Не стоит забывать и о модных тенденциях. Ежегодно они меняются, но классические капли, или как их еще называют авиаторы, остаются популярными из года в год. Они подойдут как мужчине, так и женщине. При выборе солнцезащитных очков, в первую очередь, вы обращаете внимание на качество линзы. Второй момент – это правильная посадка, то есть длина заушника, переносица. Вам, в первую очередь, должно быть очень комфортно в этих очках, чтобы вас не давили виски, не болела переносица и так далее. Если вы хотите убедиться в том, что эта модель оригинальна, вы можете посмотреть на заушник. Здесь указаны все коды, выбиваете их в интернет и вам показывают оригинальную эту модель, либо нет. Очки в 2017 году ожидают несколько видоизменений. В этом сезоне много новинок. В этом году у нас очень много новинок. К ним относятся очки круглой формы. Они могут быть разнообразных цветов и разнообразных форм. Также это деревянные очки, то есть оправа находится только в чистом дереве. Это экологический продукт, он гипоаллергенный, не вызывает никаких раздражений, не ржавеет и не окисляется. Еще у нас новая тенденция в этом году – это очки с плоской линзой, то есть асферической. Они сочетают в себе две новинки. Это двойная перемычка, то есть мостик, который соединяет две линзы между собой и плоская линза. Классика – это кошачий глаз, либо еще бабочки их называют. Они могут быть как линзы с линзой однотонной, так же и с градиентом. Градиент плюс дополнительные аксессуары. Это очень актуально в этом году. Солнцезащитные очки, конечно, нужны для людей любого возраста, но прежде всего они целесообразны для детей. Потому что ребенок пребывает большую часть времени на открытом воздухе, и воздействие солнца на детский организм наряду с благоприятными факторами несет. И вот это не совсем приятное, о чем мы говорили ранее. Носите очки с удовольствием и берегите свое здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok